Валентина Валентина Это чудесный ужин, приготовленный лично вами. Это могут быть тигровые креветки, выдержанные в особом маринаде, или какое-то другое лакомство – ваше коронное блюдо. Это какой-то особый рецепт поджарки тигровых креветок. Для любителей экзотики выбор очень широк. Подойдут гребешки в собственных раковинах, в соевом соусе, с васаби и лаймом. Еще больше удивят крабы. Такого ваш любимый на 14 февраля точно не ожидает. Спешите порадовать, конечно, если он не вегетарианец. Подарком на День Святого Валентина может быть и какой-нибудь другой милый сюрприз, например, оговорящий. Я тебя люблю, ты хороший друг, скажи, что не посвящен. Я тебя люблю, ты очень хороший друг. Я тебя люблю, ты очень хороший друг. Если ваш любимый любитель посидеть с удочкой на природе, подарите ему и такую возможность. Отвезите туда, где он еще не рыбачил, и ему понравится. Если же ваш любимый не просто заядлый рыбак, но мечтает поймать огромную рыбу, подарите ему поездку в Норвегию и отпустите, порыбачиваясь в открытое море. Впечатлений хватит на всю жизнь. У меня столько срывов было просто, не поднять было. Песчины вот, вот две сайты. И дядя Юра штук пять лупил сайты большую. Любит кататься на катерах и яхтах тоже не проблема, если, конечно, водоемы в вашей местности зимой не замерзают. А замерзли можно отправиться на водную прогулку в теплые страны. Или снова в Скандинавию. Такие водопады, как здесь, в Европе мало где можно увидеть. Это и яркое зрелище и медитация. Там же можно нырнуть и достать любимому или любимой что-нибудь яркое и красивое со дна морского. Какая прелесть. Ну а если вы пока не умеете нырять, этому легко научиться на курсах дайвинга. Например, в бассейне. Это тоже может стать подарком на день Валентина. Экспрессивный танец в общественном месте на глазах изумленной публики, конечно, тоже поразит воображение любимого. Но одно дело подарок сухопутный и совсем другое подводное поздравление. Здесь уже хочешь не хочешь, а дыхание задержать придется. Если молодой человек решил даму сердце по-настоящему удивить, угостить ее шампанским под водой и закрепить победу страстным поцелуем. Задача не из легких, но при определенной сноровке и такое возможно. Экстремальный сюрприз в день Валентина устроили своим женам любители подводного плавания Майрис и Сергей в школьном бассейне гимназии Золи Туда. Заманить подруг под воду для поцелуя было нелегко, признаются дайверы, но все же это удалось. О таком оригинальном подарке каждая женщина может только мечтать. Под водой шампанское бутафорское. На берегу все иначе. Здесь настоящие брызги искристого напитка, конфеты и цветы. Дамы, говорят, поражены стрелами амура в самое сердце. Плавали в бассейне давно, но вот так глубоко погружаться раньше не приходилось. Немного страшновато, но когда рядом любимый, страх и естественное чувство самосохранения отходят на задний план. Отдых на воде прекрасно, но что делать, если ситуация вышла из-под контроля? Под водой бывает всякое. Можно запутаться в водорослях и встретить морского ежа. Главное не наступать на одни и те же грабли. Кто предупрежден, тот вооружен. Те, кто хочет кататься на яхте, заниматься виндсерфингом или подводным плаванием, должны быть готовы к быстрому реагированию в экстремальных ситуациях. Уметь выбраться на берег и самому, и помочь партнерам. Ну а если вы уже ныряющих со стажем, для подарка под водой масса возможностей. Если же водные процедуры все-таки не для вас, можно начинать с сухопутных тренировок. В конце концов, просто поиграть в дайвера. Почему бы и нет? Люди с хорошим чувством юмора такую игру оценят. Дай ему сложнее. Он технарь, он в ластах. Он идет на ощупь, но по ходовому концу. На своей видимости, в нулевой. Дойдя до табуретки, уткнувшись в нее, он делает глоток воздуха. Отвязывает катушку и возвращается обратно. И что дальше? Кто-то быстрее придет. Будьте любезны, переведите все на государственный язык. Извините, но у вас с сухоперевода. В трех экземплярах. Я ничего не понял, я отлично. Можно с сухоперевода. Мы будем делать это. Дайвер. В ластах. Держит. Быстро. Быстро. 2-3- 항. Яркие впечатления гарантированы. Любители экстрима обязательно оценят и такой подарок, как полет на шаре. Можно снять на видео и сделать фильм. Случилось чудо, это было, как во сне. Правда, тем, кто боится высоты, такой подарок не подойдет. Но может, все-таки стоит попробовать. Если же вы сторонник более спокойных подарков, можете подарить любимую песню или сыграть ему что-нибудь на музыкальном инструменте. А если такими талантами обделены, но музыку все-таки любите, подойдет билет на концерт. Например, у африканских исполнителей. Ну, или по вашему вкусу. Подарок, сделанный собственными руками, конечно, тоже очень ценный. Особенно, если вы профессиональный художник. Ну, или просто любитель. Если же нет, можно подарить картину мастера. Если ваш любимый любит сладости, даже не думайте, закажите торт. Яркий фейерверк только усилит впечатление. Романтики и любители истории непременно оценят поход в средневековый ресторан, насладятся блюдами по старинным рецептам и обязательно услышат зов предков. Можно просто пострелять, снять напряжение. Поход в тир – тоже неплохой подарок. Девятки, две, три, девятки. У вас, как, четыре девятки, остальные шесть десяток. Любителям более спокойного отдыха подойдет и прогулка по морскому побережью, особенно в Перелив. После нее можно согреться в хорошем ресторане или кафе за чашкой кофе или чего-нибудь покрепче. Тепло, однако. Нет времени и сил выйти в люди и выехать дальше своего двора? Выход тоже есть. Можно выйти на улицу и прямо во дворе, вдвоем с любимым, слепить снеговика. Каким он будет – решать вам. Но если вы люди все же рисковые, можно пойти дальше. Например, если вы еще не женаты, 14 февраля в День влюбленных можно взять и пожениться. Или просто устроить для своих друзей костюмированную экскурсию по Старой Риге. Отправиться в средние века. Острые ощущения тоже в программе. Можно побывать и в образе палача, и даже жертвы. Вот такие идеи для подарков. Но выбирать, конечно, вам. Продолжение следует...